В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Аварии на дорогах. Экстренное совещание президента Рауля Хаджумба с руководителями силовых структур. Отстранены от обязанностей. Выясняется степень ответственности медиков за гибель новорожденного. К юбилею генералы и лингвиста в Литературном мемориальном музее Дмитрия Гулия вспоминали о Петре Услари. В Абхазии крайне обострилась ситуация на дорогах. За последние несколько дней в результате ДТП погибли 6 человек. Эти события вызвали большой общественный резонанс. Об ужесточении мер за нарушение правил дорожного движения шла речь на экстренном совещании, которое провел президент Рауль Хаджумба с участием силовых структур и представителей правительства республики. Рената Шакая продолжит тему. 23 октября около 8 утра в столице на пересечении улицы Ардзамбейдбар произошло ДТП. На управляемом светофором перекрестке столкнулись два автомобиля ВАЗ-2107 и Митсубиси. Погибли люди. На месте скончался ребенок Элина Жиба, которой было всего лишь 7 месяцев. Позже в больнице скончался отец малышки Эсме Джиба и девушка из Митсубиси Амалия Знауриан. 1986 года рождения. Мать ребенка Фатима Еник находится в коме в республиканской больнице. Всего в этой аварии пострадали 5 человек. В тот день, 23 октября, было зафиксировано около 10 ДТП. В социальной сети Facebook развернулась бурная дискуссия. Во всех группах, где появлялась информация о гибели людей в ДТП, люди оставляли комментарии. Просили компетентные органы ужесточить меру наказания за нарушение правил дорожного движения. Многие из них предлагали при прохождении технического осмотра устанавливать ограничители скорости, которые бы не позволяли водителям превышать скорость более 100 км в час. С вопросом, насколько это реально, мы обратили в столичный городдел милиции. Все средства хороши. Если ограничители поставим, конечно, это естественно мы понимаем, что скорость уменьшится автотранспортного средства. Конечно, законодательно к этому подойти надо, изучить все моменты. К чему-то надо идти. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 Бадра Халия доставлен в столичное УВД. В отношении него следственным отделом управления внутренних дел по городу Сухом возбуждено уголовное дело. Бадра Халия проезжает на красный свет. У нас это установлено, у нас есть видеоматериал. Совершенно трезвый человек, как позже установлен, доставлен в наркодиспансер. Совершенно трезвый. Никаких алкогольного опьянения никакого в нем не было. И также наркотических каких-то компонентов в организме его не присутствовало. По отношению Халия, соответственно, по закону возбуждено уголовное дело. Его доставили здесь. Он в шоковом состоянии находится. Ситуация на дорогах страны стала темой экстренного совещания, которое провел президент Рауль Хаджимба с представителями силовых структур Абхазии. Глава государства подчеркнул необходимость принятия жестких мер, чтобы привлечь к ответственности нарушителей правил дорожного движения. Особенно, если они находятся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Президент подчеркнул, в отношении всех чиновников и руководителей, независимо от занимаемой должности, будут приниматься жесткие меры в случае нарушения ими или членами их семей правил дорожного движения. В отношении всех руководителей различных ведомств будут приниматься соответствующие меры, чьи дети, сыновья, дочери, в первую очередь, с себя начнут, будут нарушать на дорогах. Вплоть, я еще раз говорю, это конкретно записать и применять по отношению к этим, как говорится, людям. Если вы нарушили твой сын, твоя дочь, родители должны быть отправлены в отставку, сняты с работ, с занимаемой должности. Никаких пощад не будет. У нас сегодня беспредел. За 10 месяцев текущего года в результате ДТП в республике погибли 64 человека. Такую ужасающую статистику озвучил на совещании министр внутренних дел Аслан Кубахи. Большая часть аварий происходит из-за вождения в состояние наркотического и алкогольного опьянения. Это тоже статистика. Только за прошедшую неделю в ДТП погибли 6 человек. Министр подчеркнул, что во многом ответственность несут родители, которые зачастую даже не знают, где находятся их дети. Аслан Кубахи отметил, что будут наказаны все так называемые ночные гонщики. Мы обязательно будем предпринимать очень жесткие и адекватные действия. Под красный свет, что нельзя ехать, это третиклассник знает, первоклассник знает в любой школе. Самое главное, что вы сказали, я считаю, неотвратимость наказания. Только за сегодняшний день произошли несколько дорожно-транспортных происшествий. Пока готовился наш материал, стало известно еще об одной аварии со смертельным исходом. Днем на республиканской трассе в районе села Кындах дорожно-транспортном происшествии погиб молодой человек. Рената Шака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж в совещании у президента смотрите сразу после новостей в рубрике Амши Пшара Ярцов. Проблемы энергетической отрасли стали темой совещания президента Рауля Хаджимба с представителями исполнительной и законодательной власти, а также руководителем РУП Черномор Энерго Асланом Басария. Обращаясь к представителям парламента Абхазии, президент отметил необходимость проработки нового законопроекта по энергетике, подчеркнув, что упадок в этой отрасли оказывает негативное воздействие на развитие всех остальных сфер народного хозяйства. Глава государства также заявила о необходимости более активного взимания оплаты за потребленную электроэнергию как с юридических, так и с физических лиц. Обсуждалось несколько вариантов решения проблемы, в том числе и внедрения системы предварительных платежей. Однако на сегодняшний день возможности установления такой системы нет, в связи с дороговизной необходимого для нее оборудования. Президент подчеркнул, что вопрос о поднятии цены на электроэнергию не рассматривается, но необходимо четко и жестко поставить вопрос оплаты за электроэнергию. Мы один раз уже говорили о том, что мы готовы пойти на уступки. Государство может принять решение по поводу списания части долгов, но, извините, какая-то часть этих долгов должна быть закрыта. Потом я просил еще вопросы, связанные с так называемыми мерами воздействия. Мы их никогда не применяем. И это приводит к тому, что наше население считает возможным таким образом решать эту задачу. Но за долгие годы вопрос тарифов вообще не поднимался. И говорить о том, что мы сегодня это сделаем, тоже нам не приходится. Но хотя бы в рамках тех тарифов, которые есть, население должно платить. В последнее время в деятельности оппозиции наблюдалось некоторое затишье, которое лидеры Блока оппозиционных сил объяснили тем, что не хотели портить туристический сезон. Похоже, оппозиция переходит к активным действиям. Сегодня в Сухуме прошла пресс-конференция одного из лидеров Блока оппозиционных сил Аслана Бжания и члена Полицовета партии Ам Цахара Вячеслава Квиквискери, на которой было объявлено о планах оппозиции на осень, а также дана оценка политической и экономической ситуации в стране. Президент фонда АПР Аслан Бжания характеризовал сложившуюся социально-политическую ситуацию в стране как критическую. Аслан Бжания сообщил, что Блок оппозиционных сил намерен провести ряд встреч в городах и районах Абхазии, чтобы выяснить настроение людей, а затем, если будет такая необходимость, провести большое собрание в Сухуме, участники которого обратятся к президенту Раулю Хаджимба с просьбой сложить с себя полномочия главы государства и добровольно уйти в отставку. Три врача родильного отделения республиканской больницы. Это педиатр Маркосян, а также акушер-гинекологи Ласурья и Тужба отстранены от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки по факту гибели ребенка. Об этом сообщает отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Абхазии. Речь идет о трагедии, произошедшей сегодня в стенах Сухумского роддома. Здесь погиб новорожденный. Проверяющая комиссия, состоящая из медиков, попытается выяснить, по чьей вине произошла трагедия. И на основании этих выводов в ходе предстоящей коллегии Минздрава будет принято окончательное решение в отношении сотрудников Сухумского родильного дома. Об обстоятельствах трагедии Сарья Смар. Это родственники умершего 22 октября новорожденного мальчика. Они собрались с самого утра у здания роддома. Семья Ахуба требует объяснений, по какой причине родившийся совершенно здоровым, по словам самих же врачей, ребенок умер на третий день после родов. С ними встретился министр здравоохранения Нзоргов. Выслушав их, он заверил, что ответственные понесут наказание. Со слов матери ребенка Гундыбудба, она поступила в родильное отделение 18 октября ночью. Дежурные врачи, сделав ей обезболивающий укол, отправили домой. Но боли не прекратились, и она была доставлена в отделение 19 утра. Через несколько часов матери сообщили, что она родила совершенно здорового ребенка, весом почти в 5 килограммов, и была переведена в общую палату. Я каждый день спрашивала, интересовалась, как мой ребенок. Все сказали хорошо, все нормально. Потом на третий день в обед она мне сказала, что... Я спросила, почему он так плачет сегодня. Она мне говорит, мол, он наглотался воды, говорит. Она мне это только говорит на третий день. Уйдет меня в 3 утра, и говорят, вывози ребенка. Он тяжелый. Все. По словам исполняющей обязанности заместителя главного врача Сухумского родильного дома Станзи Биквава, ребенок на первый взгляд выглядел абсолютно здоровым. Более того, его не раз осматривал педиатр. Было произведено кесаревое сечение, извлечен крупный плод, 4600, закричал сразу на 7-8 баллов. После операционном периоде в течение двух суток ребенок чувствовал себя хорошо, находился с мамой. В конце третьих суток состояние его усугубилось. Детские врачи констатировали необходимость транспортировки его в реанимацию. Так как у нас нет специализированных реанимационных отделений, обычно этих детей переводят за пределы Абхазии. Ну а там в дороге ребенок скончался. На сегодняшний день вся бригада, которая принимала роды Угунды-Будба, отстранена от работы на время следствия. Возможно, следствие сможет дать ответ, какова причина гибели ребенка. Царьес Мурастамур Гошба, Абхазское телевидение. 200-летию со дня рождения крупнейшего кавказоведа лингвиста Петра Услара был посвящен круглый стол, который состоялся сегодня в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия. Языковеды и историки говорили о вкладе русского ученого в абхазскую письменность. Услар создал многочисленные монографии и грамматические описания ряда кавказских языков. Тему продолжат наши корреспонденты. Русский военный инженер, этнограф и лингвист Петр Карлович Услар формально не получил филологического образования, но способность к языкам определила его дальнейшую судьбу. Услар разработал свой метод изучения и описания кавказских языков. Им был написан целый ряд ценнейших монографий и статей по данной тематике. В 1862 году российский ученый издал первую грамматику абхазского языка – монографию «Абхазский язык». К этой книге была приложена первая абхазская азбука. В алфавите было 55 знаков. Впоследствии он подвергся некоторым изменениям, но в дальнейшем абхазская письменность стала развиваться на основе именно этого варианта алфавита. Сегодня абхазские ученые в своих исследовательских работах зачастую опираются на труды Услара. Языковеды и историки высоко ценят его вклад в развитие нашей письменности. Участники «Круглого стола» говорили не только об известных фактах пребывания в Абхазии русского генерала-ученого Петра Услара, но и о тех целях, которые он ставил перед собой и достигал их. «Мы должны возвращаться время от времени к имейнам, к творчеству, к научному наследию таких крупных личностей, как Петр Услар, потому что это все-таки они находились у истоков создания нашей письменности. И наши ученые, наши просветители, наши фольклористы, они часто ссылаются на него». Петр Услар считал, что для изучения других языков в первую очередь нужно хорошо знать свой родной. Языковед Лили Хагба сделала акцент именно на это. По ее словам, в изучении абхазского языка можно использовать как метод теорию Услара. Языковеды и историки Абхазии считают, что научное наследие Услара не ограничивается грамматиками кавказских языков. Он уделял большое внимание проблемам образования горцев, вопросам истории и культуры. Именно благодаря Петру Услару в середине 19 века в школах Абхазии становится возможным обучение грамматике на родном языке. Организаторы «Круглого стола» считают, что о таких фактах должна знать молодежь, особенно те, кто собирается посвятить себя науке. «У нас в музее представлена его первая азбука, которая вышла в 1862 году. И хотя, конечно, оно не имело такого применения, как последующие буквари абхазского языка, но это послужило основой для дальнейшего развития абхазской письменности. И это был очень крупный кавказовед, человек, который занимался не только абхазским, но многими кавказскими языками». В литературно-мемориальном музее Дмитрия Гуля имя Петра Услара постоянно на устах у экскурсоводов. Имена таких ученых неразрывно связаны с историей возникновения письменности абхазов. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии в акватории Сухумской бухты проведен рейд по проверке пограничного режима на морском участке государственной границы Абхазии. Нарушение правил выхода в море не выявлено, сообщает пресс-служба погрануправления. Рейд проводился совместно с представителями государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и пограничного отряда СГБ Республики. В ходе рейда было осмотрено более 10 маломерных плавательных средств. Каждый владелец имел при себе необходимый набор документов, удостоверение на право владения судном, копия паспорта и разрешение на выход в море. Ушел из жизни заслуженный тренер Абхазии по футболу Юрий Мирошников. Юрий Мирошников стоял у истоков послевоенного футбола. Тогда, несмотря на тяжелые условия и отсутствие какой-либо спортивной базы, он приступил к тренировкам будущих футболистов. Юрий Мирошников родился и вырос в Сухоми. С детства увлекался футболом. Но после окончания школы решил поступить на физико-математическое отделение Абхазского государственного университета. Но даже там его увлечения и талант не остались без внимания. Юрий начал играть за команду своего факультета и стал чемпионом АГУ в 1978 году. Затем выступал за команды «Спартак» и «Атолл» в городских и республиканских турнирах. Тренерскую деятельность Юрий Мирошников начал в конце 80-х годов и подготовил ряд сборников, в числе которых Акопянка, Калия, Шамба и многие другие абхазские футболисты. Сразу после Отечественной войны народы Абхазии Юрий Михайлович на общественных началах набирает футбольные команды. Тем самым психологически помогает многим ребятам справиться с тяжелыми последствиями войны. В 1997 году был удостоен звания заслуженного тренера республики Абхазия. Сегодня один из воспитанников Юрия Мирошникова Руслан Ахуба вспоминает, как они все вместе после войны расчищали заросший, напоминавший лес нынешний стадион «Динамо», где уже сегодня проходят спортивные мероприятия, главный из которых чемпионат мира по футболу по версии Канифа. Победа абхазской команды на чемпионате принесла нам массу эмоций. Мы чувствовали себя пусть небольшой, но частью этого успеха, говорит Руслан. Для нас это, если честно, огромная потеря. Мы пока еще не знаем даже, насколько, пока не осознали. Но тихонько-тихонько начинаем уже понимать, что мы потеряли большого человека. Он был настоящий наставник. Это было действительно, кто с ним общался, и кто мог что-то от него забрать и взять, научиться чему-то, тот это был человек, от которого можно было учиться и учиться. Команда «Нарт-Сухум» воспитанники Юрия Михайловича добились наибольших успехов. Игроки команды не разу достаивались высших наград Кубка и Суперкубка Абхазии. А сами футболисты получали звание лучших игроков. Традиции Юрия Мирошникова продолжает нынешний президент футбольного клуба «Нарт-Беслан-Свинария». Команда и по сей день остается самой титулованной в Абхазии. Заместитель председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар вспоминает своего тренера с теплотой. Я думаю, что этот человек был один из немногих, на самом деле, кто просто жил футболом. Жил футболом и жил детьми. В любой момент ты мог бы обратиться к нему, и он знал день рождения своего каждого ученика. Могу сказать, что это правда был педагог. Педагог с большой буквы. Великие тренеры никогда не умирают. Они остаются в сердцах и памяти своих воспитанников навсегда. Астанда Отерба Роберт Ломи, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 11,13, днем 16,18 градусов. Температура морской воды 19 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!